Сладости. Такие притягательные и такие неполезные для фигуры. Когда не можешь себе их позволить, только остается, что о них разговаривать. Тем более, Международный день торта отлично подходит для таких бесед. А помогать нам сегодня будет врач-эндокриновок Химкинской областной больницы. Анна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем магия притяжения сладостей для всех людей? Ну, вообще, проблема тяги к сладкому – это достаточно сложная, многофакторная проблема. Во-первых, стоит выделить такой момент, что для организма, для нашего углевода, а сладкое – это прежде всего углеводы, это основной быстрый источник легкоусвояемой энергии. Энергия здесь и сейчас. Ну и потом, если вспомнить детство наше, кому из нас с вами не говорили, сделай что-то хорошо, даешь кашу и получишь сладкое, мы купим тебе мороженое. И мы и сами программировались, и нас, наши родители программировали на то, что сладкое – это как поощрение, это как награда, и мозг это запоминает. Помогает ли это в достижении какой-то эффективности съесть шоколадку? Ну, действительно, когда человек даже уже видит знакомую, любимую сладость, часто у него повышается фон настроения. С чем это связано? Мозг четко знает, что как только мы съедаем быстрые углеводы, и уровень сахара начинает расти, моментально в организме, в головном мозге начинают вырабатываться такие вещества, как эндорфины. Их еще называют гормоны удовольствия, гормоны радости. Это серотонин, это дофамин, это окситоцин. И вот эти вещества, они обуславливают прирост энергии, повышение настроения, чувство, что все хорошо и радостно. Но еще у нас в организме есть универсальная система реагирования. Это инсулярный аппарат, посредством которого вырабатывается инсулин и быстро, при условии, что все нормально с углеводным обменом, нормализует вот этот повышенный уровень сахара. И эти эффекты радости, эйфории, они стихают. И человек все больше и больше на это подсаживается, ему хочется и хочется еще повторить вот это вот, ощутить вновь это ощущение эйфории. А сахар избавляет от депрессии? Или это миф? Кратковременно действительно повышает настроение, но вот эта опасная зависимость от углеводов, она в какой-то момент приводит к тому, что человек встает на вот этот вот нестойкий, опасный путь, ем больше и не достигая вот этого эффекта радости. Замечено, что люди, которые часто и много употребляют сладкое, они больше подвержены и депрессивным расстройствам, и перепадам настроения, вот таким неприятным моментам. То есть это как с кофе, чем больше ты его пьешь, тем меньше бодрости в итоге? Как с кофе и алкоголем, да. Есть даже ряд исследований, что зависимость от быстрых углеводов формируется в 8 раз быстрее, чем зависимость от никотина. Вот почему так важно не злоупотреблять такими быстрыми углеводами, как вот тот же самый шоколад, печенье, сладкие газированные напитки. Чем можно заменить сахар? Потому что существуют же наверняка более полезные углеводы или другие продукты, которые, например, дадут более долгосрочный эффект. Ну, конечно, отказаться полностью от сладкого очень сложно. Ну и не нужно, пожалуй. Но ведь никто не мешает заменить шоколадку или стакан газировки сладкой воды заменить на горсть сухофруктов или тем же самым кусочком пастилы или мармелада натурального, богатых клетчаткой. А в напиток добавить не рафинированный сахар, а натуральный мед, если, конечно, нет аллергической реакции или нарушения углеводного обмена. Какая вот норма углеводов или сахара вот в день, чтобы не испортить себе здоровье? Ну, конечно, надо понимать, что какой-то жесткой фиксированной константы не существует. Это зависит от человека, от его пола, возраста, от его уровня физической активности и функционального состояния на данный момент. Но в целом некоторые диетологи выделяют определенное количество, безопасное для человека. Для мужчины это около 37,5 грамм углеводов, а для женщины около 25 грамм. Если перевести в чайные ложки, вот в сахар, это 9 ложек для мужчины и 6 ложек чайных для женщин. Насколько я знаю, долгое время считалось, что именно жиры корень всех зол. По-моему, это было связано с рекламой, под которую подогнали даже какие-то специальные исследования, что именно жиры затрудняют работу сердца и так далее. Но в итоге выяснилось, что все-таки дело все в сахаре. Ну, я думаю, что истина, наверное, где-то посередине. Переизбыток в пище как жиров, так и углеводов будет вреден и для веса, и для сердечно-сосудистой системы, и для углеводных нарушений. Но сейчас действительно очень много информации о том, что именно избыток сахарозы за счет того, что она содержит в себе фруктозу, и вот именно фруктоза искусственно добавленная, она действительно приводит к тому, что человек перегружен этим углеводом, а его организму очень сложно усваивать. Он в большом количестве накапливается в печени в виде жира. И напоследок, как слезть с этой сахарной иглы? Что вы посоветуете людям, которые хотят употреблять меньше сладкого и вообще следить за своим здоровьем? Главное желание и понимание вот этого тупиковой ветви, тупикового пути, когда я ем сладкое, я буду счастливой, стараться искать то, что принесет тебе радость, кроме еды. Может быть, работать с психологом, общаться с друзьями, больше двигаться обязательно, потому что человек, который много двигается, он учится получать гормоны радости и удовольствия из движения. Ну и не покупать, конечно, сладости, чтобы их просто не было в холодильнике. Спасибо вам большое за очень информативную и интересную беседу. Остается только надеяться, что все люди вокруг научатся получать удовольствие от жизни без какого-либо допинга. Да, будем на это надеяться.